Добрый вечер из Гамбии, я представляю следующий доклад. Да, и его представить будет Роберт Рейман, Роберт Рейман. Я представляю первые на конференции OpenStreetMap. База данных OpenStreetMap – риски приватности и совместимость GDPR. Офисы Data Protection Supervisor – это суперридор по защите данных, вот он показывает офисы в Брюсселе. Еврокомиссия и рядом с вокзалом. Волчек Вироски служит директором, так понимаю. Итак, что делает супервизор по защите данных? Смотрит и усиливает защиту личных данных, когда данные обрабатывают институции Евросоюза и советует Еврокомиссии и другим по лучшей защите личных данных. А также смотрит, как новые технологии влияют на защиту личных данных. Но мы стараемся быть как можно более заметными и проактивными, в том числе связаться с сообществами типа OpenStreetMap по этим же вопросам. В других странах есть похожие GDPR законы, в том числе в Японии и Канаде. Вот мы рассмотрим только часть этого закона, связанная с защитой данных сообществ. Так, что основа GDPR? Личные данные – это любая информация, которой можно идентифицировать существующего человека. И идентифицируемая персона – это тот человек, который можно определить явно или неявно через идентификатор, такой как имя, номер или данное местоположение. И это не только прямые координаты, но, например, когда вы загружаете трек путешествия через пустыню, где кроме вас никого нет, то, в принципе, вас можно уже определить. Ну и когда вы скачиваете карту, то ваш IP тоже вполне может вас инентифицировать. Ну и когда есть какой-то онлайн-хобби, то другие люди могут иницицировать меня через него же. Давайте для примера рассмотрим ситуацию, как человек с мобильным телефоном ищет ресторан. Слева колонка про небесплатные мобильные приложения. Они передают данные о телеметрии. Пользователю чаще нужно согласиться с условиями использования. И даже дважды. Потому что не только для разработчика приложения, но и для магазина, откуда скачано это приложение. То есть экосистема самого телефона поставляется с кучей разных условий своих. И чтобы себя найти на карте, нужно поделиться с разработчиком своими координатами, например, и поисковыми запросами. И за это я получу персонализированные сервисы, такие как реклама на карте или в других местах, связанных с этим разработчиком. Например, по всему интернету или на ютубе. То есть если я, скажем, ищу ларек мороженого на гугл-картах, то потом в ютубе я могу получить рекламу какого-нибудь мороженого. В правой колонке мы смотрим на ту же ситуацию с бесплатным приложением с открытым кодом. Вот здесь мы скачиваем все данные, принимаем открытую лицензию, ну и скорее всего не находим, что вы искали. Потому что владелец этого ларька с мороженым скорее всего не внес себя на OpenStreetMap. Но, к сожалению, приложения, которые работают, эксплуатируя личные данные, чаще всего не соответствуют GDPR. Теперь про карты, которые предназначены не для конечных пользователей, а для организаций. То есть не для мобильных устройств, а для крупных покупателей. Слева мы смотрим, что получается, если основываться на пропоретарных библиотеках для карт. Например, Google или Apple-карты. Вот здесь для их использования, скорее всего, нужен контракт с тем, кто предоставляет карты. И этот поставщик карт в термине GDPR – это обработчик данных, если он использует личные данные. Часто получается, что контракты, которые требуется подписывать, не предоставляют все условия для защиты личных данных. Например, в недавнем процессе SHREMS-2 суд Евросоюза определил, что требуется тулять некоторым условиям при отправке данных о расположении в Соединенные Штаты. Вот если мы используем карты на собственном хосте или открытые карты, то можно выбрать своего собственного провайдера или хранить на собственных серверах. И в договоре с облачным провайдером можно обговорить все возможные нарушения прайвеси. Готовые приложения для карт чаще всего нарушают какие-то условия GDPR. Например, в гуглокартах есть специальные куки, которые отслеживают рекламу и которые требуют явного согласия пользователя. И часто компании нужно отслеживать выдачи этих разрешений. Евросоюз уже использует OpenStreetMap за кучу полезных свойств. Например, вот все здания Еврокомиссии в Брюсселе. И если посмотреть на сетевые обмены, можно увидеть, что все даже тайлы карт поставляются с сайта Евросоюза. Так что мы уверены, что никакие личные данные не уходят. У нас центральный тайловый сервер и ее тайлы используются всеми сайтами Евросоюза. Добровольцы картируют всякие офисы Евросоюза и даже используют собственные тегирования. Например, видите, country равно EU. Если у вас есть мысли, как лучше тегировать офисы Евросоюза, то пишите. Теперь про рисков приватности для участников OpenStreetMap. В базе данных ОСМ есть многие данные, которые могут инициироваться как личные. И если посмотреть на сайты на профиле использования, то эта связь более заметна. То есть, если вы картируете магазин или часы работы, то эта информация сохраняется в OpenStreetMap вместе с вашим именем пользователя и координатами и временем. То есть, вполне можно полагать, что в этот момент вы находитесь рядом с тем магазином, который вы добавили. И весь этот набор данных позволяет нам сделать разные интересные вещи. Типа понять вашу личную профиль активности и прочую аналитику вашей картографии. И из вашего профиля картирования можно вывести разные категории данных. Эти данные, выведенные, могут быть риском относительно ваших личных данных. Например, можно понять ваш часовой пояс. По плотности проект можно вывести ваш город или даже адрес. Если я вижу, что вы две недели картируете в другом месте, то вы, наверное, были в отпуске. И могу узнать, где вы были. И посмотреть, если вы все время картируете на пляже или в городе, то можно понять, что вам нравится, не нравится. То есть, если вы на горнолыжных склонах, значит, можно понять, что вам нравятся горные лыжи. Даже ваши особые интересы можно вывести из вашего профиля. Например, доступность или LGBT-фичи или что-то, связанное с диетой. Риск приватности в этом случае – это можно следить за кем угодно, за другими участниками. за бывшими партнерами, боссом, учителем и так далее. И можно составить у вас профиль для любых целей. Также хочу упомянуть школьные проекты. У нас есть вики-страница, которая перечисляет такие активности. И там я нашел два примера. Студенты, школьники помогли отрисовать свои города. Или он поговорил с студентами о географии, как о карьере. И потом показал практически пример OpenStreetMap, добавляя их здания в OpenStreetMap. И это может быть проблема, если сделано неправильно. Потому что, когда мы добавляем дома школьников, то мы можем узнать, где... А относительно школьников в GDPR есть особая защита. Так что очень хорошо учить школьников цифровой грамотности и контролировать свои данные. Но очень плохо, когда мы заносим в OpenStreetMap метаданные, которые могут инициировать школьников. Другое, что я хочу коснуться, это зависимость личных и общих данных. GDPR применяется к личным данным, публичанным или нет. То есть, обработка метаданных из базы данных OpenStreetMap тоже регулируется несколькими принципами GDPR. То есть, должна быть какая-то юридическая основа, почему мы обрабатываем эти данные. То есть, какой-то контракт или просто явное согласие на обработку данных. Дальше, ограничение цели. То есть, данные могут быть собраны только для определенных, ограниченных и явно указанных целей. И не должны быть обработаны для любых других целей. И минимизация данных. То есть, обработка должна быть ограничена только для того, что нужно для нужных целей. Да, и под обработкой может считаться даже просто скачивание и сохранение данных. OpenStreetMap соответствует... В условиях OpenStreetMap написано, что вы можете использовать данные для любых целей. Просто упоминаю OpenStreetMap. Но эта лицензия, она не соответствует GDPR, потому что GDPR запрещает использование данных для любых целей. Так что постарайтесь не обрабатывать личные данные, если это действительно не необходимо. Когда фонд OpenStreetMap принимал GDPR, они сделали страничку дата контроллеров, то есть те, кто использует данные. Но, как мы видим, в Вики так никто и не зарегистрировался, как обработчик данных OpenStreetMap. Конечно, необязательно регистрироваться, чтобы использовать данные. Вот, можно просто связаться с людьми, но со мной пока никто не связывался, хотя я давно редактировал OpenStreetMap. Так что, если бы OpenStreetMap предлагал серьезную защиту для тех, кто участвует, то это согла бы на руку и пользователям, и редакторам от сервиса, который не зависит от рекламы. Для этого сайта нужно понять свои ограничения. Осмо нужно быть прозрачным в контексте обработки личных данных. И Осмо нужно соответствовать общим принципам, таких как минимизация данных в части анонимизации. Хранить только те данные, которые нужны, и ограничивать цели их использования. С точки зрения Осмо нужно минимизировать количество сохранимых данных. Если не нужны данные для идентификации и вандализма, то их можно удалить. И всегда нужно понимать, зачем мы храним данные в OpenStreetMap. Я думаю, что обработки информации с кем-то отцов, то есть определенные требования на уровне обработки. И помогать им, возможно, регулярно обработки, это будет хорошая идея. И для соблюдения всего этого возможно понадобится изменить EAP и модели базы данных, чтобы понять как, советуем проконсультироваться с консультантами по защите данных. Я не посмотрел, где находится офис ОСМФ, но пообщаться с контролерами данных было бы для них полезно. Если хотите поговорить об этом, пишите мне напрямую, и я помогу вам с чем-нибудь или свяжусь с человеком, который может решить ваши вопросы. Вот это весь мой доклад. Надеюсь, вам понравилось. Вот и, может быть, получится интересная дискуссия после. Спасибо. Там три вопроса. Считаете ли вы, что стратегия ОСМФ в отношении к GDPR хорошая или что они движутся в правильном направлении? Спасибо за вопрос. Я даже не знал, что у ОСМФ есть стратегия по GDPR. И мне понравилось, что работа уже ведется. И сейчас самое важное – это опубликовать ее и следовать этой стратегии. Так что внедрение этой стратегии – это хороший первый шаг. Да, но похоже, что за два-три года, с тех пор, как сделали стратегию, особо ничего не происходило. Что я уже говорила, это, например, один, который был, я думаю, в прошлом году, или в прошлом году. Это, например, не было в этой стратегии, так как я помню. Спасибо. Следующая вопрос. Я вчера знала, что GDPR только применяет на живых пассажиров. Как это влияет на дата и дата на исторических пассажиров? GDPR, я читал, что применим только к живым людям. Как он относится к людям историческим? Так что я понял. Так что Кэкстан сказал, что я вчера знала, что GDPR только применяет на живых пассажиров. Как это влияет на дата и дата на исторических пассажиров? На исторических пассажиров? Я не понимаю, вообще. То есть, условно, применим ли GDPR к Ленину, чьи памятники мы маппим на карте? Ну, вообще, я, конечно, не юрист, так что точно ответа не дам. Но относительно масштаба GDPR применимости, он касается все-таки людей, которые живут в пределах Евросоюза. Но OpenSpeedMap большой проект, так что нужно быть готовым ко всему. Что касается старых данных. То есть, что насчет личных данных, которые были добавлены в базу до GDPR? Ну, это вопрос тоже покрывается GDPR. И понятно, что переход, внедрение GDPR — это сложный процесс, и тут нужно смотреть на конкретный случай перехода. Но эти сложности не должны предотвращать осум от внедрения GDPR. Да. Хорошо. Хорошо. Is it in your opinion that OSM Foundation is at risk of violating GDPR by keeping only the email addresses of mappers that ask for their account to be terminated and deleted, except for their contributions? Do you think the consistence of the database and the check for genuineness of contributions should be warranted a legitimate interest act to add 6-1 of GDPR? That's also a legal question. I will just turn down all very specific legal questions. It is also not the European Data Protection Supervisor who would be then in the role to advise specifically on the implementation of the OpenStreetMap Foundation, as the European Data Protection Supervisor needs to reassure the processing of the UN institutions. So, if the OpenStreetMap project is based in the UK, it would be the UK Data Protection Commission, the ICO office, who would be responsible to answer these questions. And of course, everything got a little bit more complicated due to the recent Brexit. So, most likely there will be another country that then is also responsible for the processing of the OpenStreetMap project within the European institutions. It could be, I think it's up to a choice also to some extent of the foundation. And if this country would be Belgium, it would be the Belgium Data Protection Authority. If it would be the Netherlands, it would be the Dutch Data Protection Authority, just to give some examples here. Okay. So, the other question is, is it acceptable to use multiple OSM accounts? Yes. 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 Very much. Yes. Yes. No doubt on that it will be the exact same amount ofervoirs who started conducting his house То есть даже если это временный аккаунт, это не значит, что GDPR не применим здесь. Потому что всегда можно раскопать. Например, если все школьники используют школьную сеть для доступа, то можно определить, что это школьный урок. И понятно, что это дети рисовали, и вот что они нарисовали, вот эти здания. То есть то, что выкидываем аккаунт, это ничего не значит. Что с этим делать? Ну, было бы полезно, если бы дети использовали аккаунт учителя, чтобы добавлять данные. Вот, и так, возможно, убедимся, что правки и сей было бы сложно отличить от правок учителя. Но я не знаю, как это будет работать. Как GDPR работает на огромных массивах данных, которые копируются по всему миру? Что люди должны знать при сохранности данных? Когда мы публикуем эти данные по всему миру, здесь вопрос не только GDPR, но и закон о защите данных разных стран. Это очень сложная ситуация, особенно для некоммерческих организаций. Самое простое, наверное, будет не распространять метаданные, а публиковать ограниченные наборы данных. То есть, хранить личные данные только внутри фонда OpenStreetMap и внимательно контролировать, у кого есть доступ к этим данным. И люди, у которых есть доступ к метаданам, они должны были бы проходить тренинги и проверять целое использование данных. Ну, в целом, если вы публикуете данные ОСМ, постарайся не публиковать метаданные. Правильно ли я понимаю, следующий вопрос, что данные, связанные с GDPR, они связаны с участниками? То есть, если я скачиваю данные через Overpass или прочие данные, то это не делает меня обработчиком данных. Ну, не совсем правда, потому что здесь, опять же, чтобы скачать данные, вы делаете запросы в Overpass, и эти запросы, в общем-то, связаны с вами. Вот, то есть, в этот момент вас связывают с запросами данных вот и с объектами. Но, конечно, если человек использует запросы к IP, которые не связаны с получением личных данных, типа никнеймов, то в теории, да, здесь личные данные не затронуты. Так что, хорошая мысль не выдавать личные данные. Как имена? Как мы сравниваемся с Википедией и другими организациями? Ну, примерно все одинаково, все в одной лодке. Викимедиа тоже уделяет особое внимание метаданным, как и OpenStreetMap. Так что, возможно, фонд ОСМ имел бы смысл запартнериться с Викимедией и прочими обработчиками данных, чтобы решить, что делать с метаданами. Ласкексон. Распространение метаданных только для зарегистрированных пользователей. Это реальный способ контроля или потемкинская деревня? Не думаю, что это работает. Кто угодно может создать аккаунт и иметь доступ. Конечно, это дает шанс заставить людей принять условия использования и ограничить цели использования данных. Но люди, скорее всего, быстро создают аккаунт и не читают никакие условия. Так что доступ получается все равно публичный. Так что это ограничение особо не работает. Ну, это мое личное мнение. Так что здесь нужно присутствоваться с советником по защите данных. Так что это же я рекомендую по всем остальным юридическим вопросам. Так что спросите сообщества Wikimedia, вдруг у них какие-то решения появились. И свяжитесь с офисами по защите данных. Возможно, они смогут что-то посоветовать. Большое спасибо. Остальные вопросы можно задать в комнате пост-чат. Спасибо. И увидимся в комнате после.